Крошки мои, я опять начинаю нервничать. Мы приехали к Танёше, смотрите, она нас угощает вот плюшечками всякими разными. Зашла в зал, пустой зал здесь есть. Мне звонили по поводу этих душевых. Покупили, девочки, чего-то прикольненького. Я по плану на ужин. Вот что у меня получилось. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свой, и я начинаю новоблог. Сегодня новый день, и я собираюсь на английский. Первым делом, да, сегодня я встала, мама приехала. Мама сегодня приехала? Нет, мама вчера приехала, да. Мама вчера приехала. Сегодня я проснулась, выспалась как следует. Проснулась, поболтали с мамой, то-се. И время сейчас уже около пяти часов. К пяти я здесь, недалеко от дома, договорилась на английский. Я позвонила и узнала, у них есть групповые, индивидуальные занятия. Меня интересуют групповые. Я уже где-то говорила, потому что я хочу слушать больше английской речи. Я хочу играть во что-то, диалоги, общение, импровизация, вот, чтобы было. И, ну, я попробую групповую сначала, да, а потом, если что, индивидуальная. В общем, занятия я сейчас не могу посчитать, сколько, по-моему, восемь занятий. По полтора часа, грубо говоря, да, час двадцать. Стоит четыре пятьсот на месяц, по-моему, абонемент. Это получается два раза в неделю, насколько я поняла. А дальше, если больше брать, там чуть дешевле получается. Вот, короче, я еще не успела высчитать, сколько одно занятие стоит, у нас абонементами продается. Сейчас я иду на пробный тестовый, чтобы они поняли, какой уровень английского у меня. Вот, а потом они меня определяют в какую-то группу, и у меня будет первое бесплатное занятие групповое. Я там уже посмотрю, как, что нравится, не нравится. Если нравится, то я беру сразу абонемент. Вот такая история у них. Сейчас я посмотрю, познакомлюсь, вот, и решим. И потом сразу я еду к своим друзьям одухотворяться. Вот, и после одухотворения, я не знаю, что я буду делать. Я хочу Таню позвать в кино, но не уверена, что сегодня она захочет пойти в кино. Вот. Вот, само шататься по ТЦ, что-то мне не хочется, потому что я думаю, мы потом с мелким пошатаемся, если что. Ну, возможно, раньше тогда приеду, и мама поедет домой, сегодня же вечером, да. Ну, а завтра у нас снова большие планы, всякое разное. Хотя завтра выходной день. Вот. Ну, что касается моей стрижки новой и окрашивания, я просто тащусь кайфую. Куча комплиментов, просто было море комплиментов по поводу цвета. Писали не только мне, но и девочкам в инстаграме, в директ писали, что у Селены за цвет, очень красивый. И стрижка мне нравится, как меня подстригли. В общем, все супер-пупер замечательно. Я такая красивая вся, уверенная, и этот цвет прям мой. Вот. Мой-мой-мой, и я так буду краситься, наверное, пока. Хотя я такая переменчивая, возможно, я захочу во что-то другое. Я такая. Но пока вот я просто выхожу и чувствую себя богиней. В общем, пойдемте, беру вас с собой. Ой, ну что, мои хорошие, я пришла домой. Мы с вами, по-моему, виделись в машине, да, я пошла на английский. После английского я уже встретилась с друзьями. У нас день рождения там было, у одного из друзей. Мы посидели, так классно пообщались. В общем, и приехала домой, никуда больше не тратила время. Про английский, что хотела рассказать. Ой, английский. Честно, не понравилось мне. Не понравилось не то, что там кто-то профессионал, непрофессионал, а просто место, где находится, оно такое немножко, знаете, какое-то... Ну, не знаю, мне есть с чем сравнить. Я была в центре, я занималась английским, да, здесь. И даже не в центре была, там, в районе Сельмаша занималась. И как-то сама обстановка школы располагала. Вот. В одной, например, мне очень нравился преподаватель, очень нравилось, как вообще подход, и очень круто все в центре, да. Но туда неудобно ездить, там невозможно припарковать машину. Вот. Ну, и как бы в центр мне неудобно, честно говоря, ездить. Я походила туда, а потом забеременела, мне уже тяжело было ходить, и перестала ходить. На Сельмаше была, мне нравилось все расположение, как там внутри, неплохо. Но, как бы, я уже тогда понимала, что, ну, преподаватель немножечко, не подходим мы друг к другу. Какая-то разная энергетика, разная волна. Хотя я позанималась у нее, не знаю, месяц или два, наверное, да. Ну, пообщались, практиковали. Но мне нравилась там атмосфера. Энергетика самой школы была очень классная. Какие-то они мероприятия каждую неделю делали. То есть на какую-то тему пообщаться, какие-то фильмы вместе посмотреть. Ну, мне нравится тусовка именно такая, да, английская. Но я уже начала искать другую школу, поэтому мне еще надо угодить во всех сферах. И в эту сейчас пришла, и понимаю, что в этой школе все очень серьезно. Знаете, как в школе. А я не хочу. Я же плачу деньги. Я не хочу просто тупо сухие знания какие-то получать. И когда там все так вот как-то выглядит, как какую-то книжку с тетрадкой мне надо купить, которая 4 косаря стоит, да. Плюс индивидуальные даже занятия у них как-то дороговато. Я ходила, ну, как-то в 2 раза дешевле была, а здесь в 2 раза дороже. Вот. И, ну, не знаю. Ну, здесь, конечно, и сами занятия в 2 раза больше по времени проходят. Ну, в общем, чисто энергетически я поняла, что нет, что-то я буду еще искать, еще искать. И сказала Тане. А Таня мне посоветовала какой-то канал на Ютубе, что там супер. Я, знаете, я люблю такое, знаете, выучить английский за одну неделю. Мне интересно. Вот я полиглот смотрела давно. Мне очень понравилось, как он структурно все преподносил. Английский. И какие-то моменты прямо у меня до сих пор отложились. Так, знаете, из-за него. А Таня мне скинула еще какого-то другого мужика. Она говорит, он тоже так все супер-пупер там я открыла, и я уже вижу, что там какая-то английский по формуле какой-то там. Так, я думаю, интересно. Так что сегодня вечером я сяду, может быть, один ролик точно просмотрю, чтобы сделать уже свое заключение. Что там за английский такой интересный. Вот. Конечно, я стремлюсь выучить его. Сама. Хорошо. Чтобы переводить свои ролики. Чтобы, в конце концов, снимать новые ролики и чувствовать себя уверенно. Понимать, что я говорю, да? И понимать, как меня понимают люди. Вот. Хотя я сделала тестинг сегодня, и мне преподавательница сказала, что у меня элементари, средний элементари. Правильно я сказала? Короче, она говорит, что у них вот есть элемент... Короче, у них есть первый какой-то уровень, да? И она говорит, что мне там будет неинтересно, да? Что у меня второй уровень этого элементари. И мне уже надо как-то во второй вот этот поток попасть. Но у них так две школы групповые были, что одна заканчивает первую ступень, а вторая ступень тоже заканчивает и сейчас переходит на третью. И она мне советовала перейти на конец первой, прийти, чтобы с ними вместе закончить и вступить во вторую, как бы, да? Вот так она мне рекомендовала. Ну, и как бы под конец покупать вот этот элементари за 4 тысячи. У меня этих книг, честно, по-английскому просто меня бесит. У каждой занимается со своей книгой. Я прихожу ненадолго, потому что все равно, чтобы понять, твое это или не твое, тебе нужно походить хотя бы там недельку, две месяцы. И в итоге ты покупаешь эти книги, а я по каким-то причинам потом перестаю ходить. Вот у меня книги с разных школ все остались. В общем, эта школа, я, ну, вышла и поняла, что нет, туда я не хочу ездить. У нас еще одна школа здесь есть, прям вообще, я мимо проезжала даже ее. Надо зайти, посмотреть, какая там обстановка. Я все-таки хочу, знаете, какую-то школу, чтобы можно было туда приходить, и тебе там кайф находиться. Там должно быть красивенько, уютненько, как-то вот все атмосферненько. А не так вот, что, знаете, просто класс, и просто как-то холодно там, неуютно. Такое я не хочу. И просто чисто за знаниями, я не чисто за знаниями, честно говоря, прихожу. Я прихожу еще за то, чтобы познакомиться с новыми людьми, провести интересное время, потому что я люблю на английском разговаривать, и я хочу, чтобы все вокруг мне нравилось. Нравились стены, чтобы мне нравились, стулья, парты, чтобы мне нравились. Это все для меня важно, куда смотрят мои глаза. Поэтому я буду продолжать искать. А сегодня посмотрю ролик, будет классно, и расскажу вам, что это за ролик. Сняла я сейчас видео, за дынькой соскучилась, мама уехала. И сейчас мы с ним включим, короче. Сейчас я поем какие-нибудь вкусняшки, что-нибудь поем, потому что почему-то я голодная. Хотя нас сегодня вкусно кормили, день рождения там у друга было. И что-то вот прям как-то я не наелась. Сейчас хочу поесть, включить какой-нибудь сериальчик и залипнуть с денькой, обниматься, уложить его спать. Время 9 часов, между прочим. Потом, если что, вернусь к вам. Может, какие мысли новые будут, поделюсь с вами. Ой, доброе утро, мои хорошие. Белка, мои хорошие. Ах ты, повторушка маленькая. Проснулись сегодня. Я вчера прям вырубилась, честно говоря. Я собиралась что-то поделать, помонтировать, там, не знаю, сериал посмотреть. Короче, планов было много, но я легла спать вместе с малым. Около 12 часов я уснула в итоге. Вот. Еще девочки звонили вечерком с одной, со второй поболтала. И как-то это... Уснула. Вот. Сейчас проснулась, сейчас я смонтирую влог. Я же должна была смонтировать влог, так что сегодня с опозданием он будет. Вот. И сейчас смонтирую влог. Пришла посылка, наконец-таки, одна, там очень долгожданная. Я, честно говоря, от меня пришла посылка, я не понимаю, от кого. Вот. Я надеюсь, что это одна посылочка из Китая, с нового магазина. Распаковка будет на втором канале, и там какие-то приколюшные вещи я заказала. Поэтому я очень-очень жду. Мне прям просто интересно, если все, все эти вещи на мне сядут идеально, вот так, как я ожидаю, так, как я вижу на фото, то я буду самым счастливым человеком. И я буду снова перебирать свой гардероб. Вот. Поэтому сейчас я пью кофеек, просыпаюсь. Выспалась. И потом мы поедем уже за посылкой, и что-то надо придумать, еще какое-нибудь развлечение. Не знаю. Поедем мы сегодня в бассейн или нет. Вообще у меня мама обычно приезжает в выходные, суббота, воскресенье. И я как бы знаю, что когда мама уезжает, это значит понедельник, день, да, тяжелый, как говорится, день рабочий. Вот. А в этот раз она была у меня в пятницу и субботу, и она уехала, а сегодня воскресенье, а я, короче, такая, думаю, что понедельник. И все время напоминаю себе, что сегодня воскресенье, что там почта, например, работает до 6 часов, да. Короче, главное не запутаться. Ну и, соответственно, что в торговых центрах много людей будет и так далее, и так далее. Ладно, буду работать, потом чуть что возьму вас с собой. Я не знаю, сегодня буду голову мыть, нет? В принципе, она нормальная, может, хвостик сделаю. Крошки мои, я опять начинаю нервничать, потому что я спешу, опаздываю, не успеваю. Я монтировала видео, потом выкладывала, все это так долго, ну прям медленно, медленно, это меня так бесит. Я ненавижу, когда вокруг все идет что-то медленное, кто-то тормозит, меня это безумно раздражает. И вот программа тормозит. Ну, то есть не то, что тормозит, она нормально работает, как бы, но когда я спешу, она, мне кажется, тормозит. Мне интересно, вот пятнышко вижу, оно вам не обликует, не мешает? Вот сейчас убрала по-другому, да, наверное, не знаю, потом посмотрю, когда буду монтировать. В общем, сейчас я бегу за посылкой, которую я очень ждала, она, наконец-таки, уже ждет меня на месте, да, и все-таки хочу посмотреть, что там пришло, любопытство, просто сгораю я внутри, любопытство. И, возможно, мы пойдем, значит, как в бассейн, во всяком случае, я все беру для этого. Если сейчас быстро заберу посылку, будет не так поздно, просто я не хочу в воскресенье, народу должно быть вечером вдруг много, не хочу, когда много людей. В общем, если что, поплаваем туда-сюда, потому что завтра понедельник, и в понедельник мы никуда не пойдем в фитнес-зал, в понедельник рабочий день. А во вторник у нас уже логопед и зал, и туда, ну, как бы, поэтому выходим. Сейчас у меня еще ЧП произошло, у меня разбилось там масло для ногтей, оно было не закрыто, я начала его трусить, я мало того, что вся обляпалась в масле для ногтей, вот я переодела, костюм был бежевый, сейчас такое же серое дело, потому что он сейчас у меня в пятнах, мне никогда его сейчас застирать, я сейчас выбегаю, бегу, приду, застираю, посмотрим, отмуются эти пятна или нет. Потом эта пипетка стеклянная, она вся разбилась у меня, я собирала осколки, все тут пылесосила, убирала, вымывала, потом я взяла опять эту пипетку в руки, она у меня снова выскользнула, опять мелкие осколки, короче, я тут бесилась так, надо срочно выйти и отвлечься. Ой, получила я посылку, это не та посылка, которую я ждала, не с того магазина, я просто в новом магазине начала заказывать одежду, мне кажется, она прям вообще так, я уже говорила, да, я прям, мне кажется, она крутая, вот как по фотографиям, но это китайский магазин и надо проверить, да, насколько все это круто, но я прям выбрала вещи, очень сильно жду. А сейчас пришла на почту, а просто мне, с того магазина, с которого сейчас пришла, не буду, ну да, там, это спойлерить, там, то-се, какие магазины, это все на втором канале. В общем, та посылка, которая пришла от другого магазина, как бы, я ее ждала позже, и обычно она приходит мне с деком, а не на почту, а в этот раз на почту пришла, вот. Поэтому я думала, что это другая посылка. Жалко. Продолжаем ждать ту, новый китайский магазин. Ну, для вас, может, он не новый, для меня новый. Ну, мотив. Его там уже все знают, ну. Ладно. Все, Кися, иди садись, едем, Басик. В Басик едем? Басик не едем. Не едем? Ты не хочешь купаться? Хочу купаться. Ну, садись тогда. Так, пришла я на занятие, вот теперь кофточку, видите, надеваю я. Забыла вам сказать, что мне звонили девочки, да, мне звонили, звонил менеджер, который отвечает там за всякие неудобства, да, я говорю, я уже думала, не позвоните. Как? Нет, я слежу, говорит, контролирую. В общем, нормально пообщались, так, я уже сказала, что со многими вещами я смирилась, но я поняла, что это, ну, как бы, клуб, тут я все не поменяю под себя, естественно, да, уже остыла немного, уже приноровилась, как бы, да. Ну, единственный момент вот с душем, да, что хотелось бы, чтобы хотя бы один был душ, чтобы мы могли ополоснуться нормально, не вот так, держа кнопку там, да, чтобы хотя бы ополоснулись нормально с ребенком, хотя бы на территории душа, вот. И он сказал, что он постарается решить эту проблему, может быть, они сделают смеситель вот этого, да, или ручку, чтобы она, как бы, просто открывался, душ, и все, вот, чтобы не было такого, что нажал, идет вода, отпустил. Не идет вода, вот, так что будем ждать, как все поменяется. Пока я уже приноровилась, сейчас пришли, Даньку в детскую отдала, вот, в творческую студию отправила, сейчас он будет там либо рисовать, либо лепить, не знаю, деток нету, вообще народу как-то мало, воскресенье 4, полпятого, да, вот, я еще есть хочу, сейчас я пойду немного на эллипси, я сейчас похожу, наверное, групповых занятий, мне кажется, нет никаких, но я сейчас погляжу, вот, потом покушаем и в бассейн, да, мы будем кушать перед бассейном, а что делать, есть хочется. Так, как я и предполагала, нету групповых занятий, воскресенье вообще там два бесплатных занятия и два платных, вот, поэтому я на любимый тренажер, я уже 8.50 хожу в минуту, у меня 25 этаж, но, честно говоря, мне все горит, мне нравится этот тренажер, я прям ягодицы свои чувствую вот здесь вот, и мышцы, и ягодицы очень чувствую, кайфую, народу взяли нормально, в принципе. Ну что, мы покупались, собрались, ну, сегодня не так долго плавали, сегодня плавали 25 минут где-то, и еще минут 5-10, вот, Денька погрелся в малышковой, но он что-то там вообще не купается, он чисто как в ванне сидит там, потому что ему вода горячая, вот такой вот у меня закаленный парень. Все, мы оделись, волосы я чутка не досушила, что-то мне этот фен как-то долго сушит, вот, ну, Деньку посушила, одеваемся, и мы сейчас спонтанно едем в гости к Танюше, я в инстаграме увидела, что она делает оладушки, в гости она уже ко мне давно собирается, я говорю, с оладушками, я говорю, ты к нам в гости, говорю, или мы к тебе. Ну, она чуть-чуть себя плохо чувствует, там живот что-то болит, поэтому мы к ней поедем сейчас с Денькой. Денька, Таня, едем в гости? Нет. Да. Ну, все, тогда пошли. Мы приехали к Танюше, смотрите, она нас угощает вот плюшечками всякими разными. Какое варенье? Ну, она сказала ее не снимать, только сдалека и сзади, потому что она не накрашенная. Можно подумать, она, знаете, на камеру никогда не накрашенная, не была. Прекрасно выглядишь. Селена Ивановна. С кладу вам инжировое варенье. Таня, да, тут 1500 вареньев предлагает мне. Да. Денька тут разыгрался. Все, будем сейчас отведывать. Ну, я уже попробовала, очень вкусно. Ты, кстати, снимала где-нибудь во влог? Нет, ничего не снимала. Да. А это останется секретным рецептом? Ты знаешь, да, я сама пожалела, потому что я не сняла, потому что реально рецепт бомбический. Это спонтанно, опять-таки, импровизация получилась. И когда я их готовила, я готовила их на кефире. Кефир этот простоял у меня, я его покупала еще до Нового года. Это был трындец. Ты обычно выкидываешь, чтобы не взорвалось. Я не выкидываю, чтобы взорвалось. Я перелила этот кефир в бутылку. Бутылка у меня с крышкой. Сейчас покажу, какая. Вот такая бутылка. Перелила вот это в такую вот, она, знаешь, это... Красивая. Киевская, да, вот так вот. Ох, чпок, и закрывается, вот. Смотри. Ну, и, короче, я же такая думаю, он там уже отделилась водичка, это от кефира этого. Я вот такая думаю, надо начать поболтать, чтобы он весь был однородной массой. Я вот такая беру. Дындындындындындын. И почему я не снимала это? Я такая... Бух! Блин! У меня такой фейерверк. Трэш-контент упустила. Думаю, блин. И почему я без камеры? Я даже расстроилась. Не то, что у меня вся кухня залярная, но потому, что я это не снимала. Ты представляешь, до чего я дожила? В следующий раз имей в виду, когда будешь так делать, включай камеру. Блин, дед, ты даже теперь надо, понимаешь, у нас стоять кефир месяц. Да, да, да. Выдержка. Я сначала один размешала там консистенцию, одну пропорцию. Потом такая, знаешь, думала, блин, опять не получается. А у меня что-то... И вроде и спать хочется, какая-то погода такая, сонливость такая. Думаю, весь литр вылила, всё, литр. Боже, зачем? Короче, это был рецепт экспромта. Экспромта, спонтанно. Я не добавляла ни с сугу, до обычной валазики добавляю и соду, и... Варенье, варенье давай, а то я тут без варенья ем. Да. Ваучки. Это кто готовил? Где боролаз? Я не знаю, это... Это я купила в Геленджике. А, в Геленджике купила? Да, это... Сейчас попробую. Да, это из Краснодарского края. Очень вкусно. Я каждый раз... Интересно. Очень вкусно, она говорю. Смотрю, на них ещё не попробовала, говорю, очень вкусно. Очень интересно, хотела сказать. Так, ну что, крошки, мы пришли домой, и я сейчас вам покажу, с чем мы пришли. Мы пришли с двумя пакетами гостинцев. Это Танина мама передала. Всякие закрутки, вкусняшки. Я сейчас всё это тащила. Смотрите, помидоры. Дорчики. А я так люблю все эти соленья, особенно домашние. Вот это какое-то, я вижу, варенье. Так, чуть-чуть капает вода, потому что она стояла на этом... во дворе, на улице, прохладно, и чуть-чуть накапала. Вот это я вообще обожаю. Это морковный салат, и я его просто обожаю, просто обожаю. Спасибо, тетя Надя! Так, это компотик у меня тут стоит. Что там? Ох, представляете, я тащила сейчас всё это. Компотик яблочный. Красота! Так, и вот ещё. Это ещё не всё, понимаете? Очень много соленья. Это клубничное варенье, я вижу. Это огурчики. Мама, приезжай ко мне, у нас тут куча гостинцев. Это... Ой, тут я смотрю, что это, по-моему, здесь перчик, да? Перец я вообще обожаю, просто обожаю перец в любом виде. Я готова есть, и это, мне кажется, очень вкусно. Ещё помидорчики. Вот они красненькие. Понимаете? Сколько всего. И это тоже похоже на варенье яблочное, да? Класс! Спасибо, девочки! Вообще, такой подгон! Ой, девочки, уложила малыша. Сейчас включаю сериальчик, смотрю там один сериал про магию. Скажу название потом. Открыла я первым делом морковный салатик. Ну, тут морковка. В общем, ладно, не будьте в шоке с того, что я ем. Да, я люблю сосиски, и я их ем. Ну, вот это просто бомба! Это такой вкус, идеальный вкус, девочки. Идеальный. Морковочка, болгарский перчик. Тут вообще помидорчик, по-моему, ещё. Короче, просто. Я в раю. Приятного аппетита всем на ночь, да. Я целый день плохо ела. Я сейчас чувствую голодную, я хочу есть. Крошки мои. Сейчас, пока села монтировать, почитала некоторые ваши комментарии. Вот. И на что-то хочу ответить. На что забыла уже? Фрустрация, 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 фрустрация. Вообще не понимаю, откуда это слово у меня. Почему мне его хочется сказать? Возможно, да, не фрустрация больше подходит мне, а прострация, да. Прострация. Хотя тоже, если детально описание почитать, не совсем всё там не подходит. Но вот немножко такое непонятное состояние, да. Непонятное, расфокусированное состояние. Такое немножечко, как бы, может где-то какое-то нежелание что-то делать, упадок сил какой-то может быть туда тоже, да. Спокойствие какое-то такое. И мозги собрать не можешь в кучу. Вот как-то вот так. Но какое-то из этих слов мне очень хочется всё время сказать. Я не знаю, почему. Вот. Что-то... Блин, а что же там... А, вот что я хотела сказать. По поводу того, что кто пишет мне, что не один человек писал уже, да, что мне вот, типа, такой цвет, ну, не вот этот новый, ещё этот новый я комментарий не читала, а вот когда я только подстриглась, я читала под этим блогом. Что вот этот цвет, который, ну, натуральный, да, который я крашусь, я так понимаю, да, типа, он мне не подходит. Ну, как он подходит, но я такая, как все становлюсь, такая серенькая, там, да, может быть, мышка, или вот такая, как все, короче, никак он меня не выделяет. А вот, типа, блондинка, это вот моё, я такая яркая, мне он очень идёт, там, да, и я как это особенная становлюсь. Вот я на это могу ответить так, вот, ну, как я смотрю, да, меня не особо парит цвет волос, потому что я сама себя знаю внутренне, какая я, и я знаю, что я особенный человек, что бы ни было у меня на голове, что бы я на себя не надела, не надела, я особенный человек, и никакие внешние моменты не сделают меня такой, как все, обыкновенной. Я могу казаться в глазах других, да, это исходя из их, из того, что у них в голове, я могу казаться какой-то обыкновенной серенькой девочкой, но это всего лишь девушка с женщиной, да, уже девочка, вот ты сказала, с женщиной, обыкновенная с женщиной, да, но я-то знаю, что я необыкновенная, и кто меня знает, тоже знают, что я необыкновенная женщина, и не скромная вот, поэтому да, блондинка мне идет безусловно, безусловно и я чувствую себя блондинкой как бы в своей тарелке это я, моя светлая душа и волосы вот эти, я такая вся светленькая но поднадоел мне блонд немного, я хочу вот походить таким цветом, и мне наоборот даже кажется, что блонд, если красишь блонд, он как-то забирает волосы на себя какую-то яркость, да и внешние какие-то моменты да, глаза, например может быть, да, или твоя манера как-то, чего-то да, вот какие-то другие мелочи не обращают внимания, потому что первым делом глядят на волосы, вот такие яркие волосы такая яркая блондинка, просто красотка да, какой-то шаблон такой а когда от волос ты убираешь фокус, да акцент, как бы люди начинают обращать внимание на другие какие-то вещи, на может быть черты лица лица, да, а если черты лица обыкновенные кажется, и вообще в целом все обыкновенное такое и непримечательное, да то при общении со мной люди будут обращать на что-то другое внимание да, их внимание не будут забирать какие-то внешние атрибуты вот, поэтому в любом случае мою особенность заметят, и я как-то ее ходя по улице вот так вот, да, среди людей не стараюсь ее выпячивать, если честно свою какую-то особенность я наоборот, когда выхожу на улицу чаще всего одеваю непримечательные вещи и чаще всего, правда, вот в большем случае конечно, когда меня можно встретить, что я прям куда-то иду там, да, наряжаюсь туда меня там можно приметить, хотя я даже уже не совсем комфортно чувствую себя в этом ярком каком-то образе примечательным, да, мне больше нравится быть непримечательной чтобы было меньше внимания вот, хочется пойти поделать свои дела как-то там быстро, да, чтобы что-то это непонятных взглядов не было с разными непонятными мыслями вот, так что поэтому у меня много таких, видите, базовых базового гардероба обыкновенного цвета мало что кислотного иногда хочется, конечно, иногда я что-то покупаю, да и оно есть у меня в гардеробе но чаще всего черное, там, белое это самое яркое, наверное, что у меня сейчас есть а, и фуксия, вот, розовый сейчас и то я его очень редко одеваю просто он есть в гардеробе бежевый, серый, черный вот мои цвета поэтому, как бы, такое состояние внутреннее мое не хочу сейчас блондинку тем более у меня пока еще не седые волосы я хочу походить вот с каким-то таким цветом потому что когда будут седые лезть это будет крайне некрасиво и уже тогда блондинка точно будут то есть я понимаю, что я в нее вернусь обязательно ну и плюс, может, ближе к лету потому что летом я буду загорать да, и блондинка будет как-то, да, тоже контраст сейчас, если я сделаюсь блондинкой с моей белой кожей я просто стану как моль, да и крашусь я еще редко но как-то не хочется вот, поэтому сейчас мне нравится мой контраст моя белая кожа и вот этот вот цвет волос контрастный да завтра я, кстати, собираюсь привести себя в порядок оскупаться, по-своему как-то уложиться может быть даже сделать завитушки на новую стрижку посмотрим я у меня в планах снять два видео как минимум это на второй канал, там распаковка одежды пришла а еще на главный канал я хочу снять наконец-таки с книгами то, что я вам обещала и ответы на вопросы которые мне писали в инстаграме надо будет завтра напомнить чтобы мне еще там пару-тройку часов присылали да, свои вопросы и уже буду снимать видео то есть в хорошем таком раскладе я бы хотела завтра снять четыре видео вот завтра вы будете еще со мной поэтому посмотрим что я успею сделать ну и красивой быть планирую завтра сегодня мы так хорошо тоже мы немного на самом деле позанимались с Денькой но я устала вот я прихожу с бассейна даже если я полчаса поплавала мы сегодня полчаса поплавали реально я устала я прям чувствую, что мне хочется лечь и уснуть и Денька очень быстро уснул прям в бассейн хоть каждый день ходи а кстати завтра может быть я его отведу в бассейн вот к тренеру не в тот бассейн фитнес, куда мы ходим а он еще записан у меня на бассейн занимается с тренером надо выходить там все эти поэтому может быть и получится у него вообще так-то каждый день в общем ладно сейчас сажусь монтировать видео для вас и смотрю сериал вот называется Судьба Сага Винкс это Netflix находится сериал сериал в топе вот но пока мне интересно смотрю ну что мои хорошие доброго дня доброе утро доброго дня я проснулась выпила уже кружечку кофе и сейчас иду купаться но в инстаграме уже кстати залила кучу сторис всяких интересных сняла тикток пока вот сидела пила кофе вот и сейчас иду приводить себя в порядок и у нас как помните по плану 4 видео сегодня я очень бы хотела успеть их снять и сейчас еще напишу по поводу бассейна во сколько у них может быть поздно вечером конечно у них все занято сейчас скажет мне в 3 часа а это через 2 часа я не успею короче первым делом я наверное сниму сначала видео а потом уже напишу по поводу бассейна ну что голосуйте успею не успею ставьте галочки проверяйте свою интуицию смогу ли я сегодня снять 4 видео я думаю сначала надо снять наверное видео болталки вот а потом уже одежду потому что одежда переодевалки вот эти все очень сильно утомляет а одежду мне уже скорее хочется носить а я ее не ношу пока не сниму поэтому я думаю что я поболтаю сначала а потом просто с желанием носить одежду добью еще 2 видео так что поехали блин зашла в ванну и вспомнила что еще я хочу масочку вот эту вот протестировать на свой второй канал сейчас покажу вот она но я в принципе в любой момент можно даже вечерком будет сделать и снять у меня ванна так что я сейчас буду использовать я сейчас буду кстати мыть голову вот этим вот подарком который подарил мне Михаил парикмахер как раз таки в комплекс к тому уходу который он мне делал плазму да ну типа оно там состав этот на голове еще больше на волосах заставляет держаться короче антиэйдж как-то называется лакшери тут понимаете шампунь и маска все девчонки помыла голову конечно блин вообще просто наслаждение реально классно во-первых пенится очень хорошо и мне Миша сказал что расход маленький но я сначала нормально сделала пены просто много потом сделала второй раз мыла голову в 10 раз меньше сделал и пены опять много реально как он сказал ну расход говорит маленький много не используй и так же маски вообще чуть-чуть выдавила и волосы от шампуня смягчились и короче я теперь такая внимательно смотрю а что это знаете как бывает тебе что-нибудь там дали ты такая о да там шампунь маска когда уже попробовал ты уже такой берешь тюбик и внимательно так а что это за фирма чье это да вот и я смотрю Es Spain это изготовитель Испания и как называется Luxury Anti-Age Travel Kit это видимо дорожный какой-то набор такой да ну вот типа Luxury Luxury как я люблю все да фирма Luxury что ли получается ну классный классный я прям вообще кайф а бальзамчик ну прям супер знаете не бальзам а маска прям волосы наимягчайшие в общем сейчас буду сушиться сейчас еще одну куружечку кофе все сделаю вот и буду готовиться к видео на самом деле я готовлюсь к этим видео и я прям вся в предвкушении я люблю болтологические видео я люблю делиться чем-то полезным в надежде что это тоже может быть кому-то будет очень полезно и кто-то как и я откроет для себя что-то новое с книгами например да вот прочитав одну книгу одна книга может вообще изменить мир изменить жизнь внутренний мир я имею ввиду изменить жизнь жизнь к лучшему да то есть ты что-то раз щелкнула ты вот эту связь какую-то создала она там зацепилась за то что уже давно было готово в тебе внутри да и как будто открыла тебе дверь и ты шагаешь и все жизнь другая и это может произойти из одной книги поэтому читать вообще важно и это может произойти из-за любой встречи с человеком люди тоже важны в нашей жизни да это может произойти из-за какого-то фильма даже что-то щелкнуть внутри да короче все вообще так очень важно из-за чего-то мнения да в общем поэтому я спешу эти видео сделать и с мотивацией чтобы это было вообще максимально полезно как можно большему количеству людей вот поэтому хочу привести себя в порядок чтобы вы наслаждались не только тем что я говорю но и как я выгляжу глазки ушки ваши радовались корочки это какой-то трындец вообще вот я сейчас сняла видео давайте сначала по видео вам скажу сняла всего три видео готова четвертое снимать как бы да но моя камера не выдерживает моего темпа у нее садится батарейка вот поэтому просто она вот уже она была полностью заряжена три видео и просто она в ноль разрядилась и уже выключается то есть я не могу даже на полу сдохшие батарейки снимать вот и сейчас только понимаете закончила вышла ну естественно тут малой у меня тут самостоятельно тут как бы яблоки огрызки то то все валяется короче ну я пока бегала там оставлю это оставлю кофе сделаю там что-то это вот и вот я вышла как бы устала сейчас работала да поставила на зарядку вышла вот стала у плиты девочки час блин вот час ну не у плиты а вот у кухни да там протереть там помыть так смузи сделать вот сделала кстати два стаканчика смузи один сейчас в холодильник уберу на завтра этот сегодня съем там у меня сельдерей яблоки апельсин и грейпфрут больше ничего ни сахара ни каких других либо добавок потом пока эту помыть то помыть Денечке яблоко нарезать он хочет Денни кашу сделать ну короче там прибрать там убрать я уже голову поднимаю час прошел я вот это вот кручусь возле этой гребаной кухни а хочется сесть и уже начать есть блин свой смузи супер пуперские кстати смузи напоминает мне чем-то вот именно смузи который делает мой вот этот блендер потому что предыдущий мы делали там прям было чужевать а здесь он настолько нежный как пюре прям да такой смузи и Денке теперь яблочные пюрешки можно делать да но он любит погрызть так яблоко просто да ну так вместо этих вот но ему больше яблока нравится я ему вот так вот перемолю предлагаю а он не хочет не хочешь как хочешь грызет яблоки стирку закинула сейчас убрала после трех съемок там просто у меня в спальне вот такой кавардак был куча вещей куча всего книги вот так все вперемешку фух даже спина устрола но я готова еще видео снять сейчас посмотрю как быстро она зарядится хоть немного у меня болтологическое видео надеюсь успеется сняться было бы хорошо чтобы я уже все не переживала за то что видео что-то не закончено я самое главное сделала себе чай и вот он стоит и я тут же сделала смузи потому что мне захотелось чего-то свежего а напоминает это смузи да у меня мысли вразно бой свежий выжатый сок только с мякотью нет пойду поем не могу остановиться привет мои зайки сейчас день уже я смонтировала видео сейчас запустила пост интерактивный да можно сказать интерактивный пост ну короче пост игра вот там угадать надо кое-что в инстаграме кто не подписан на инстаграм обязательно подписывайтесь девочки там игры все время какие-то интересные прямые эфиры там чаще провожу я не могу у меня сейчас что-то с микрофоном как-то я его отсоединила пока хотела петь я тут короче все провода попеременяла я теперь не могу подсоединить прямому эфиру чтобы в ютубе прямый эфир вести но я планирую вести прямые эфиры в ютубе обязательно что-нибудь придумывать интересное у меня сейчас голова на самом деле просто загружено тем что же что же новое мне начинать снимать на канале вот ну интересно экспериментальное что-то хочется не знаю есть идея снимать проверку лайфхаков напишите кстати как вам интересно было бы проверять лайфхаки например с тиктока там да или с того же ютуба там с иностранных каких-то сайтов иногда же бывают такие лайфхаки просто очень смешные и интересные вот я бы их проверяла работают ли они на самом деле или нет вот ну петь с песнями это отдельный канал однозначно где будут только песни я извиняюсь что я ем сейчас пряжу честно говоря я бы питалась вот реально только вот этими батончиками этот батончик протеиновый без сахара то есть хороший состав ну для тех кто там на ПП тренируется как бы замена зайчик не стучи пожалуйста замена одной из еды да и вот вечером говорят лучше их не есть хотя они очень классненькие сладенькие такие знаете как десертик вечером но лучше вечером не есть а есть там днем например или там перед тренировкой после тренировки ну вот как раз мы сейчас на тренировку пойдем уже через час вышли на улицу ребята погода просто космическая есть ветерок но такой теплый и вот уже знаете даже морем пахнет ну у нас дон рядом да видимо доном пахнет вот это вот летом даже когда понимаете какая-то прям летняя погода даже не весенняя вообще кайфы все мчим мы сегодня надо прям погулять на улице как следует придумать что-то надо боже мой кто бы знал как я ненавижу тратить время напередивашки меня аж бесит вот так вот все короче денька налогопеда у него полчаса я пойду пока пошла такая я уже спешу пойду покручу что-нибудь так прошла 30 этажей на моем любимом тренажеры 10 минут все иду за денькой смотреть он 10 минут только позанимался Цветок Шелтый Тучка Желтая Кузнечик Зеленый Тучка Зеленый Василек Постельный Синь Синяя Тучка Тучка Синяя Синяя Снеговик Снеговик Белый Белый Тучка Зашла в зал пустой зал здесь есть Денька так и занимается так молодец старается прям там два педагога один стоит там рядом один сидит с ним и я так тихонько захожу чтобы он меня даже не видел и девушка говорит старается очень старается но все еще есть 20 минут сейчас я потянусь даже 15 сейчас потянусь тут в соседней комнате здесь фух и блин такая погода и солнышко и вообще супер-пупер мы сейчас в парк поедем сто процентов ну да в парк в парк прям а чуть начнет темнеть можем уже и в магазин и потом сходить это я так растягиваюсь да просто я снимаю мне неудобно все мы пришли в бассейн сейчас Денечку одеваю бассейн вот это наша по-моему штучка да и пойдем плавать ну все мы покушали сырнички Денечка точнее покушала я так чуть-чуть поклевала я что-то думаю может быть устрицы поехать в Ашан поесть я видела у Тани что она в Ашане где-то устрицы нашла а я их так люблю сейчас короче мы уже оделись вот перед выходом решили поесть я просто думаю если в магазин сейчас пойдем в какой-нибудь чтобы я там с голоду не умирала и не хватало что-нибудь непонятное поели сырнички вкусно все сейчас одеваемся вы знаете чем вот вот чем мне и нравится что это все в фитнес-клубе находится да и логопед и какие-то и вот сегодня мы поехали к логопеду и настроения у меня честно говоря не было плавать и думаю Деньку наверное сегодня тоже не будем плавать может быть я его отведу туда где мы тренируемся там недалеко от дома ну и в итоге я его отдала то есть понимаю 30 минут все равно я быстро переоделась она прям забрала его да снизу повела его уже заниматься я говорю я сейчас приду захожу быстро переоделась 10 минут походила на вот этом вот моем да любимом тревелотренажере так жарко мне стало я такая думаю блин кайф искупаться понимаете а я еще хотела даже не брать вещи для купания они сохли там думаю да не буду их брать тот звонит так вот и не поняла я вообще договорила или не договорила смысл в том что я не собиралась плавать и не хотела даже брать вещи для плавания пусть сохнут думаю там а потом думаю блин я настолько переменчива вот я сейчас не хочу а приду туда и захочу как раз таки тогда когда вещи мои будут не это не со мной и буду думать блин ну что я не взяла и в итоге и в итоге я взяла и в итоге мы поплавали мне кажется мы час плавали потому что как-то время так быстро прошло я вроде смотрю думаю нифига себе мы час плаваем потом еще Данька отдельно сам поплавал вот а еще знаете что я же говорила вам что мне звонили по поводу этих душевых сегодня собираемся мы перед душем искупаться ну там ножки помыть а у душей вырваны все эти ну не вырваны а вытащены вот эти вот ручки регулятор воды представляете и я такая думаю неужели они вот это все реально заменяют так быстро то есть и в одном и во втором душе снятые то есть не включишь воду вот этот регулятор там дырки такая думаю обалдеть может действительно сейчас поменяют все индивидуально под каждого клиента не на самом деле это многим будет удобно это такая неудобная штука они сделали вот может быть потому что может быть знаете забывали выключать экран и они такие для экономии сделали кнопку такую нажимать в общем ждем может быть скоро перемены я короче еще не решила куда мы едем но вообще мне нужно отдать блин зарядку эту беспроводную непонятную вообще ее наверное сдать даже не поменять а сдаем ее обратно нафиг она мне нужна а еще с логопедом тоже занимались я так в итоге ну как бы знаете заходила периодически тихонечко и как бы смотрела как там они занимаются нормально не отвлекается ли он там еще что-то я каждый раз я три раза заходила три раза он замечательно занимался прям тихонько все было как-то вообще вот и поговорили ну я вижу как занимается да что это прям реально вот прям круто вот и я предложила логопеду говорю давайте найдем все-таки еще один раз в неделю вот но она говорит сейчас я там поговорю с одной девочкой может быть поменять местами там как-то да и может быть мы еще в пятницу будем ходить два раза в неделю чтобы вот короче все гуд все гуд девочки только что поняла прям уже забила торговый центр фреш и поняла что я забыла эту зарядку дома блин она у меня в рюкзаке а я рюкзак сейчас не ношу заехать домой что ли за рюкзаком опачки кто это у нас тут за посылочкой а меня видно там хоть вообще да видно какая-то шикарная женщина о посылочка Денька хочет к Насте представляешь говорит к Насте хочу а Насте в деревне сейчас а я ей говорю Насте в деревне говорю мы ей позвоним ну Настя как приедет значит увидимся увидитесь увидится как дела как настроение да ничего потихоньку сегодня видео снимала еще пока не монтировала но сейчас сяду монтировать завтра надо уже другое снимать а там Василек да? это Василек да ура скоро будет видео Василечек обновочки приехали ну ладно давай не будем тебя долго задерживать мы после бассейна устали так вообще после бассейна так отменяем на улицу очень круто мы хотели сегодня походить погулять может быть сейчас во дворе чуть-чуть походим да походите конечно все говори бабушке пока 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 мы розыгрышем папушка пока все пока 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 фух крошки мои бассейн правда на самом деле очень сильно утомляет утомляет прям вот я не позанималась толком да и Денька он что он позанимался ну с преподавателем полчасика да и вот этот час который мы плавали мы просто уже выходим из бассейна и я смотрю что Денька он как мякушка ну просто такой знаете вот уже уже не прыгает не бесится вот так вот да там не лезет ну как бы все равно у него есть там энергия да она уже не такая как до бассейна и прям засыпает сладко сейчас короче расписали еще все хочу попасть а у нас у нашего преподавателя по тренерам да по бассейну у нее как-то там это с графиком все очень плотно как я не позвоню говорю запишите нас а у нее нет места нет места я говорю да давайте блин распишем вперед уже а то сейчас абонемент сгорит у меня с тренером да в общем на 5 дней вперед ну 5 тренировок не 5 дней а 5 тренировок вперед расписали все наши по часу вот надо выходить а то сгорит абонемент вот ну и еще бассейн фитнес вообще трындец я так точно у меня все тело просто знаете я не знаю как будто я такую тренировку нереальную какую-то комплексную сделала сейчас зашли в пятерочку сейчас покажу что купили купили девочки чего-то прикольненького первое это ва 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 я кстати ни разу не брала еще ну прям я увидела креветки давно хотела взять креветки но увидела какие-то огроменные лакшери креветки аргентинские креветки в панцире без головы мороженые просто я так понимаю что они не вареные то есть они вот идеально для жарки Дэнь, на дыбы стало кошка, испугалась, да, испугалась, это Дэнька вот такой вот хвост, распужила-то кошка, ой, это как будто у меня, я не знаю, не это, не ориентал вовсе, а это, кто у нас там с пушистыми хвостами? Угу, короче, вот эти креветки хочу сейчас, я не знаю, пожарить или сварить, я не знаю, половину, может, пожарю, может, сварю, вообще их много, я, наверное, даже, ну, половину сделаю, половину обратно, ой, нос чей-то здесь, хлеб взяла, сельдерей взяла, сельдерей закончился, я прям день через день делаю эти смузи с сельдереем, факции, эти были, макароны, О, вот еще я захотела очень сильно мяса, я, кстати, не знаю, что я хочу больше, креветки или мясо пожарить, два кусочка небольших взяла, прям вот для меня И у нас еще радость большая, Дэнька, представляете, начал есть курицу, он прям подошел ко мне и говорит, хочу курицу, я ему дала, он сначала отказался в этот же день, да, и потом подошел, говорит, хочу, дай мне курицу, я ему даю, и он ее ест, представляете, вот это счастье мое Так вот, я ему взяла цеплят бройлеров, ой, 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 унюхала, даже через пакет ты что-то унюхиваешь, как это ты делаешь? Так, виноград, Дэньки взяли, маленького не было, и вот такое вот маслице, все, полю распасую А, нет, не все, еще вот что взяли, сливочный сырок, что-то мне захотелось с хлебцами или с хлебом, а сверху эту рыбку, не с маслом, а именно со сливочным сыром Вообще, я люблю брать этот рикотто диетический, да, но там в пятерочке нет, он в ленте только Так, ну что, мои дорогие, у меня по плану на ужин, это вот такие, значит, я вам показала, что просто тушу, просто тушу, чуть-чуть присолила вкусной солью, лавровку бросила Ничего особенного здесь лишнего не кидаю, чтобы Дэнька поел Вот, и я сделаю картофель и грибочки, запеку Вот в такой вот, помните, у меня мешочек, очень понравился, я три картофеля туда большие положила, вот 12 секунд уже, 10 секунд осталось И сейчас то же самое сделаю с грибочками Так, ну что, мои хорошие, вот что получилось у нас, картошечка Не солила, кстати, картошку, не солила, грибы, грибы очень вкусные попробовала, ну, потому что посолила курочку Дэньке чуть-чуть положила, сейчас он, как он будет есть, но картошку он съест явно, а вот курица какая-то непредсказуемая То есть он как бы начал есть, но очень от настроения зависит Дэнни, иди, а грибы он еще не ест Ой, крошки, я все съела, даже вылизала тарелку И Дэнни почти все доел, да? Умничка Я не знаю, что я соленая съела, но мне захотелось сделать смузи Смотрю, что с половины одиннадцатого у меня она громко работает, эта тема Вот, и еще вот не зашло Дэньке вот эти вот, как виноград, да? Потому что он такой немножко вязкий, жесткий, жесткая корка И что еще? И косточки в нем есть, короче Дэня хочет только, чтобы я ему чистила этот виноград Я не буду ему его чистить Поэтому можно вот напополам вот так сделать виноград А это на вторую часть Сельдерейчик бросаю Один толстый лепесток взяла бросить И яблоки, ой, и яблоки сейчас порубаю Три штуки вот эти И будет такой у меня смузи Чистый виноград, сельдерей, яблок Сделала, попробовала Чувствуется только одно яблоко Добавила еще винограда оставшегося И сельдерей, еще один толстый лепесток Вот что у меня получилось Получилось очень сладко, потому что виноград сладкий И яблоки прям очень сладкие Сельдерей вообще не чувствуется Ну, неплохой вариант такой, да Вот я думаю, это большинству понравится Но так как я люблю сельдерей, отчетливый его вкус Мне бы нравится, знаете, что это нестандартно Чтобы там была горечь грейпфрута Вкус сельдерей, огурца Вот, а здесь получилось у меня Немного таких экзотических Всяких специфических вкусов, да Вот больше такой яблочный виноградный Ничего особенного А Денька почему-то не хочет Я говорю, здесь яблоко, виноград Прям нет ни в какую, даже на язычок не хочет Я ему даже в рот засунула чуть-чуть И он выковырял пальцем все С таким отвращением Хотя здесь яблоко, виноград Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok